Страшная трагедия произошла накануне под Ханты-Мансийском. В автокатастрофе погибли 12 человек, 11 из них дети. В воскресенье около 16 часов на участке федеральной трассы Ханты-Мансийск-Тюмень столкнулись рейсовый автобус, два грузовика и легковой автомобиль. Масштабы трагедии трудно представить, если не видеть ужасающих кадров с места происшествия. Автобус фактически разорвало на несколько частей от мощнейшего удара. Пассажиров по инерции выбросило из салона на проезжую часть и обочину. Некоторые оказались зажаты внутри. Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло с участием грузовых автомобилей и автобуса с детьми, перевозили детей. В настоящее время несколько вестрил отрабатывается. Конечно, сложные природо-климатические условия были и есть сейчас. И в то же время рассматривается, конечно, человеческий фактор, возможно, вина водителей. Звонок на пост дежурного поступил в 16 часов. Уже через 11 минут на месте трагедии работали первые бригады спасателей. Следом за ними прибыли экипажи скорой помощи. Всего их было задействовано 18. Всех выживших отправили в окружную больницу. На месте аварии работали более сотни человек. Разбор завалов продолжался несколько часов. Некоторые тела пришлось извлекать с помощью спецоборудования. Движение по трассе было затруднено, тем не менее, организовано в реверсивном режиме. В Ханты-Мансийске в гостинице «Олимпийская» работает информационный центр. Именно из нее нефтеюганская команда отправилась в туроковую поездку. Здесь же теперь разместили родственников пострадавших в аварии. В окружной столице дежурят врачи, психологи, социальные работники, представители власти, МЧС и полиции. Последняя информация, что все пострадавшие находятся в нашей окружной клинической больнице. Штаб организован правительством автономного округа. Мы принимаем в нем участие. Психологи едут из Невтеюганска. И здесь на месте мобилизованы все наши силы. Вся медицина задействована, безусловно. И вся возможная помощь, возможно и невозможное будет оказана людям. В настоящий момент в окружной клинической больнице Ханты-Мансийска находятся 22 пострадавших. 5 взрослых из 17 детей. 12 человек в реанимации. Их состояние тяжелое и крайне тяжелое. Все они за минувшую ночь были прооперированы. В Югре приземлился санитарный борт правительства России. Однако, как сегодня было решено на врачебном консилиуме, в ближайшие двое суток нельзя транспортировать пострадавших. Следующее совещание по этому вопросу состоится в среду утром. Вся медицинская помощь, которая не нуждается, оказывается им в полном объеме. Больница имеет весь необходимый перечень лекарственных препаратов, расходных материалов, все необходимые препараты крови для оказания медицинской помощи. Я знаю, что вот уже сегодня обращались люди, готовые с добрым сердцем прийти сдать кровь. Мы благодарим за эту помощь и поддержку. Президент России Владимир Путин и премьер-министр страны Дмитрий Медведев выразили соболезнования югорчанам. Руководители государства поручили оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших в ДТП. Владимир Путин об этом сообщил губернатору Югры Наталье Комаровой накануне в телефонном разговоре. Руководить расследованием будет глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, а в региональную столицу направился и руководитель ГИБДД Виктор Нилов. Кроме того, в Ханты-Мансиск сегодня ночью прибыл министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Посмотрели реанимационных детей. Очень тяжелая травма, комбинированная фактически у всех в той или иной степени. Черепно-мозговая травма, есть повреждения внутренних органов у двух детей, есть скелетная травма с тяжелыми оскольчатыми переломами, начиная от лицевого скелета и заканчивая руки, ноги и так далее. Абсолютно правильная тактика ведения всех детей. Сегодня в Югре объявлен День траура по жертвам страшной автокатастрофы, унижшей жизни 12 человек, из которых 11 дети. По всему региону приспущены государственные флаги и отменены все развлекательные мероприятия. Губернаторы Тюменской области и Ямала также приняли решение объявить в понедельник День траура на территории своих регионов.